добрый день дорогие друзья уважаемые подписчики сегодня выравниваем все дверцы всех шкафчиков чтобы все было хорошо ровненько нижние фасады туда потому что там не было у нас в общем делаем все чтобы все все дверцы были ровненько аккуратненько хорошо ходили вот рысь опять у нас помощь к нам пришла видишь если покажи вот все сейчас будем делать дальше сейчас выравниваем все шкафы все мойки и приступим делать уже шкафчики верхние и а и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Идеально! Идеально! Сосед! Субтитры сделал DimaTorzok Делаем доводчик Добавил субтитры DimaTorzok 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 так что ну вот смотрите столик у нас совсем маленький специально купили 60 на 80 такой небольшой стол чтобы было удобно нам троим замечательно я думаю те гости которые сюда будут селиться приезжать мы будем сразу говорю сдавать посуточно мы не будем сдавать на длительный срок многие там переживают что убьют быстро квартиру я вам скажу что посуточно квартира не так быстро убивается потому что она во первых убирается постоянно и сразу во первых это во вторых следиться с квартира очень хорошо за не следят то есть ее убирают за ней смотрят люди платят обязательно задаток вот за амортизацию то есть если вдруг что-то сломалось или что-то еще чего-то то есть они понимают что лучше нормально отнестись ко всему чем сломать и заплатить этими деньгами поэтому посуточно мы уже имеем опыт сдачи поэтому мы покупаем сюда и делаем довольно хорошо эту квартиру чтобы она была чистенькая уютненько и в принципе людям было она очень нравилась поэтому мы стараемся и привести в порядок какой-то удобный вот задавали еще вопросы по поводу фартуков значит из чего сделан фартук где мы его купили фартук сделан abs пластик такой есть принципе знаете вот по качеству на мдф чем-то схожи подходит но вот не знаю даже я сложно объяснить покупали мы в обычном строительном магазине стоимость его было 1500 с небольшим 1540 или 1570 вот нам он понравился во первых как по качеству в простоте во первых ну то что повесить его очень легко было его можно было приклеить на жидкие гвозди но у нас так как стена все равно хоть я и выравнивала не совсем ровно и поэтому мы ее буквы крепили на саморезы фартук что еще кухню мы заказывали по нашим размерам то есть мы когда пришли на в компанию которая делает мебель мы специально сразу померили все замеры сделали кухни как у нас будет что стоять где вести эти так далее вот и мы когда пришли мы сразу сказали нам какие-то размеры нужны каких-то столов таких тех моек и каких-то и всего остального кухня нам обошлась вместе со столом вот этим без стулья 15000 с небольшим взяли мы ее в рассрочку то есть мы не собираем не стали платить сразу поэтому будем выплачивать там вот он год по 1400 месяц но год мы будем платить по 1400 месяц это примерно кухня не киевская компания у нас местная тут улическая делает вот такие в принципе сделана она из даже не знаю как этот материал называется эконом-класса кухни эконом-класса дсп это или двп это в общем прессовок я честно не помню как это называется в общем даже не буду вас вводить в заблуждение кухни эконом-класса но они довольно такие смотрятся хорошо фасад цветов было очень мало выбор был маленький и мы подумали что вот возьмем светлый с темным всегда можно сочетать с другими какими-то цветами вот и соответственно у нас так хорошо подошло с этим линолеумом я думаю что и фарту как раз там тоже есть цвета и темный коричневый и светло-коричневый и такой и красный кстати есть что сочетается с обоями вот то есть в принципе как бы вот стулья вот этим мы не хотели тоже дорого платить мы взяли три стула одну табуретку так как максимум будет жить четыре человека вот стулья нам обошлись тоже по 600 с копейками 650 или 630 рублей это были самые дешевые стулья в городе но они такие крепкие в принципе нормальные общий бюджет я я видела ваши вопросы по поводу бюджета насколько обошлась кухня я посчитаю все и в следующем видео когда мы уже окончательно появится в кухне я вам все расскажу то есть сколько мы потратили денег на стройматериалы сколько мы потратили денег на фартуки на все остальное на все эти мелочи но я вам сразу говорю что это было совсем дешево то есть я примерно прикидывала то есть я на стройматериал где-то примерно потратила 16 тысяч но вот нам еще купить надо мойку и смеситель а и на окно мы решили не делать занавески мы повесим жалюзи вот мы повесим жалюзи то есть надо нам померить заказать и в принципе жалюзи хотим вот только вопрос может быть кто-то нам посоветует мы думаем жалюзи бежит металлические которые будут собираться наверх либо румонные такие знаете можно с разными цветами их выбрать даже вот бежевый там очень мне понравился под цвет ну под лен как-то так вот очень красивый бежевый цвет и вот как бы может быть под кухню подобрать подскажите нам дорогие друзья мы будем очень рады какие лучше брать нам жалюзи может кто-то имеет опыт с ними потому что занавески не хочется вешать а вот жалюзи я думаю что будет как раз сюда в тему ну вот и все на сегодня мои хорошие всего доброго вам подписывайтесь на наш канал мы будем очень рады ставьте лайки обязательно пишите комментарии мы все читаем мы всегда отвечаем на все ваши комментарии на все ваши вопросы вот всем удачи в ремонте рыся тоже нам подсказывает прощается прощается с вами вот она видите она кушать у нас уже просит на их забросили с нашим ремонтом вот соответственно вам тоже желаю всем удачного ремонта тех кто делает ремонт всем успехов всем хорошего настроения и всем пока до свидания